Очень приятное сегодня событие, потому что у нас коллеги из Московского государственного университета и Института философии Российской Академии Наук, а также Московского центра исследования сознания. Они очень интересный философский журнал издают, который называется «Финиковый компот». Я посмотрел этот журнал, великолепные статьи и рецензии. Андрей Юрьевич тоже видел его рецензию, очень интересная рецензия, содержательная, по книге, которая вышла по французскому гигиенизму. Я представлю наших гостей. Это Евгений Логинов из Московского государственного университета, младший научный сотрудник, кандидат философских наук, кафедра истории и зарубежной философии. Андрей Мерцалов, Московский государственный университет, редактор, Московский государственный университет и также Московский центр исследования сознания. Я Артем Юнусов, кандидат философских наук, научный сотрудник, институт философии Российской академии наук. Пожалуйста, мы будем внимательно слушать вашу презентацию, вашего великолепного журнала «Финиковый компот». И надеюсь, что наши сотрудники тоже будут там публиковаться, возможно. Пожалуйста. Да, спасибо. У нас формат, я так понимаю, такой. Мы сейчас кратко скажем, чем мы занимаемся, а потом мы перейдем к обсуждательной части. Правильно? Да, да. Такой свободный формат, значит, вы сначала говорите то, что у вас есть задат, а потом мы будем обсуждать. Да, спасибо. Спасибо, коллеги, что пришли. Меня зовут Гений Логинов, я главный редактор журнала. Я кратенько скажу, что мы есть, что мы такое. Журнал появился в 2012 году, когда мы были студентами философского факультета МГУ. И некоторое время он существовал как студенческий проект. Ну, вот после, в силу того, что мы, естественным образом, перестали быть студентами, окончив университет, он сохранился, несколько изменив свой формат. Изначально он, по первоначальному замыслу, он должен быть посвящен разного рода сюжетам из обыденной жизни и их философскому осмыслению. Такими сюжетами были, например, лень или опоздание, или что-то в этом роде. Потом, в силу некоторого естественного взросления интересов, сами темы стали более фундаментальными. Первой фундаментальной темой было мышление машин, то есть это проблемы искусственного интеллекта. И отталкиваясь вот от этого, мы начали крутиться вокруг разных эпистемиологических и метафизических сюжетов по преимуществу. Вот в этом году мы в первый раз зашли в область этики, не без удовольствия и содрогания. Делается это нашей редакцией. Мы каждый раз объявляем открытый Call of the Papers, открытый, и в этот раз, то есть на следующий год он тоже объявлен. Журнал выходит в настоящий момент один раз в год, когда-то было чуть больше. Но в ближайшее время точно сохранится один раз в год, потому что это связано с моделью его производства. Помимо тех статей, которые мы набираем таким открытым образом, последствием Call of the Papers, открытым относительно, потому что есть двойное слепое цензирование, но в остальном, разумеется, открытым. Мы также пишем довольно большую вводную статью самостоятельно, которая называется «Пролегомен к тому-то и сему-то». В данном номере… Давайте я вам покажу его в камеру, насколько его можно видеть. Вот так вот он выглядит. Этот выпуск… Значит, в этом номере это «Пролегомен к моральной ответственности». Пишутся они следующим образом. Это коллективный текст, который является результатом исследовательских семинаров. Примерно по годам, чуть больше обычно. Каждую неделю мы встречаемся и по заранее сформулированному «Эдинг-листу» мы читаем по объявленной той или иной фундаментальной проблеме. В результате чего появляются какие-то конспекты, результаты переписок и обсуждений, которые потом посредством разного рода алхимических процедур преобразуются в текст. Ну, то есть кто-то пишет основной драфт, потом этот драфт переформатируется в некоторый коллективный текст, который является результатом. Это довольно большой текст, но вот здесь примерно 100 страниц. Ну, это частично связано с спецификой самой темы. Потому что моральная ответственность, в отличие от большинства других, тем, которыми мы занимались, не имеет простого устройства своего дискуссионного поля. Обычно, когда вы занимаетесь какой-то привычной нам метафизической проблемой или эпистемологической проблемой, вы довольно быстро осознаете, что есть несколько стандартных позиций, которые остались в ходе стойко-философского процесса, остались благодаря тому, что они существуют в клэше интуиции со своими соперниками и продвижения не очень много. И вы просто описываете вот эти позиции, что их там три штуки, пять штук. Вот так вот мы делали с истиной, или с некоторыми другими сюжетами. Или аргументов, которые доказывают, или тема устроена так, что есть какой-то тезис, который нужно просто доказать. Вот так устроена, например, дискуссия о внешнем мире. И аргументов в истории философии придумано в пользу доказательства внешнего мира удивительно мало. Поэтому это тоже не так сложно описать. Для того, чтобы это был некоторый вводный текст для того человека, который только начинает с этим знакомиться, не обязательно писать большой текст, а достаточно написать маленький текст. С моральной ответственностью это не так. Моральная ответственность совершенно безбрежная. И, возможно, потому что она появилась не так давно, как специальная область литературы философской, в ней не сформулировано какого-то одного единого вопроса, на который все пытаются ответить. И поэтому сложно сказать, что теория А конфликтует с теорией Б. Теория А, она старается ответить на какой-то свой собственный вопрос. А теория Б на какой-то свой собственный вопрос. И они в некотором странном соотношении находятся. Поэтому, описывая все проблемное поле, приходится быть многословным. Вот поэтому 100 страниц. Вот. В общем, так это формируется. Это, собственно, первый блок, из чего состоит номер про легомин. Второй блок – это статьи, темы номера, прошедшие все рецензирования. Обычных три рецензии. Там бывает больше, но довольно редко. Потом мы публикуем обычное интервью. Мы стараемся, чтобы интервью выглядели так, что к заявленной теме они имели какое-то отношение. И спикер, выбираемый интервью, сделал в этой области что-то. Вот обычно мы публикуем два интервью. Одно какого-нибудь отечественного специалиста, а другое, ну, по промышлению англоязычного. Один раз у нас был немец, но в силу наших профессиональных интересов, как правило, все-таки англоязычные коллеги попадают в эту рубрику. И есть большой блок рецензий, который старается отслеживать, что происходит с научной литературой или научно-популярной литературой по философии на русском языке. Происходит с ней не так много чего, но кое о чем можно все-таки написать. Вот. И последний блок, который тоже остается уже несколько выпусков, я думаю, мы его сохраним. Это письма читателей. Ну, это просто не научный блок, у него нет научного статуса, но он носит такой декорационный характер. В нем можно почитать соображения студента о том, как ему или ей в студенческой жизни живется. Или соображения какого-нибудь, я не знаю, кандидата биологических наук о том, как ему было отвратительно учить философию в университете. Или, наоборот, как было замечательно. То есть это такие некоторые личностно окрашенные сюжеты. Вот. В принципе, номер устроен таким образом, так он производится. Возвольственные планы, вот я уже тоже сказал, это на следующий год мы будем заниматься причинностью. и приглашаем вас, если у вас есть такие интересы, принять участие в номере. Вот. Если коллеги что-то хотят добавить, то можно это... А, да. Спасибо. Мы принимаем ваше приглашение. Значит, по причинности будет в следующем году номер журнала. Хорошо. Следующий имеется в виду 21-й или 22-й? 21-й, 21-й, да. То есть объявлен, да. То есть текущий год. Текущий, да. Там, значит, дедлайн, там 31-е... 30-е апреля. 30-е апреля. 30-е апреля, понятно. Значит, Артем Нинусов тоже, вы хотите что-то сказать? Нет, я хотел ответить на тот же самый вопрос. Понятно. Хорошо. Значит, у вас в основном по аналитической философии статьи публикуются. Хотя вот я видел рецензии, значит, и по континентальной философии. Вот по неогигельянству рецензия, по Хайдегеру. Очень информативный журнал. Я сам вот узнал, что появилась антология статей, причем русскоязычных статей, около 70 статей. По Хайдегеру, да? Но в свободном доступе на лайбрере Генезис я эту книгу не нашел, но... Там практически все статьи... Вот она, собственно, родная. Практически все статьи оттуда, они уже... Они не специально для этой антологии писались. Они где-то уже опубликованы. Они опубликованы, да. Но они переработаны, насколько я понял. Из рецензии они немного переработаны. Да, некоторые... Да, редакторская, тем не менее, да. Относительно вашего вопроса про аналитическую философию, у нас, скажем так, есть ярко выраженные симпатии к аналитической философии, но ей журнал не ограничен. Во-первых, рецензии ограничить ей нельзя просто всего некоторых естественных причин, потому что не выходит просто столько материалов, в смысле, не столько книг по аналитической философии на русском языке, чтобы можно было забить ими блок рецензии. Это просто нет такого. Вот. Ну и континентальные, и в Пролеговинах бывает про что-то, про континентальные сюжеты. Вот в истине был раздел про Хайдегера, здесь упоминается делез в моральной ответственности. Ну, какие-то вот сюжеты пересекаются. Но современная моральная философия это в основном аналитическая, да? То есть, ну, ссылки, по крайней мере, у вас на англоязычных авторов. Да, да, под тегом моральной ответственности в основном пишут аналитические философы, да. Вы сказали, что только недавно начали этой темой заниматься. Ну, очень обширная литература и очень основательные статьи, и очень можно многое узнать. То есть, такое ощущение, что вы уже давно занимались. Я думал, что уже давно этой темой занимались, но, оказывается, вот только для этого номера журнала, да? У нас есть некоторый бэкграунд, так сказать, с разных сторон. Моральная ответственность связана со свободой воли, которыми некоторыми занимались, вот особенно Анда и Мерцалов из нас. Связана с тоже с тем личностью, о котором у нас уже был номер. Вот. И, ну, есть какие-то общие компетенции, которые связаны с моральной ответственностью, но не были активно задействованы здесь. Скорее, активно отрезали то, что могло быть задействовано. Вот, в частности, Артем Юнусов, аристотелевед. И поскольку аристотелевед фигурирует периодически в этих дискуссиях, как фигура эференции, ну, вот Артема была, собственно, экспертная оценка здесь. Вот. Но, да, специально моральной ответственностью никто из нас не занимался до прошлого года. Мне кажется, разумно добавить к спичу Жене вообще о том, как устроена наша работа и наше издание. Разумно добавить следующее, что, как правило, практически без исключений, мы выпускаем номер по той теме, в которой, как бы, никто из нас не является профессиональным исследователем. То есть мы, вот у нас, если отсчитывать это мышление машин, да, там номера были дальше про значение, про значение значения, то есть про то, что такое значение, про внешний мир, про априорное знание, про доказательство бытия Бога, про торжество личности, про истину, про моральную ответственность. И, строго говоря, это, и следующий про причинность, строго говоря, это ни одна из этих тем не является непосредственной темой профессионального интереса никого из нас. Ну, в том смысле, что мы об этом, мы не делали специальных исследований, об этом мы этим не занимались. Мы все, как бы, у нас разные бэкграунды. Вот мы с Женей историки философии, Женя занимает профессиональный, то есть его первая область специализации, как скажем, это он пирсовет, Чарльзом Сантерсом и Пирсом, и там американская философия в широком смысле. Я по первому в своей области исследования, я аристотилист, и причем даже внутри аристотилистики у меня есть более конкретная область. Андрей Мерцалов у него, он не к нам не из истории философии, а скорее он заканчивал кафедру онтологии и теории познания. Соответственно, у него там интересно... Следующий номер, на самом деле, это, пожалуй, первый раз, когда мы начинаем с того, что близко одному из нас, в частности причинность, это тема, которую Андрея конкретно интересует, он в ней хорошо разбирается, но, как правило, он сейчас будет отрицать, что он хорошо в ней разбирается. А, буду. В основном, моя специализация – это свобода воли и детерминизм, с уклоном именно в детерминизм. И поскольку именно такой уклон есть, но, понятное дело, концепцию причинности я затрагиваю. Но я, конечно же, не могу себя назвать специалистом по причинности. И, ну, да, пусть Артем... Тем не менее, это лучшая ситуация, чем та, в которой мы оказываемся обычно. Обычно мы как бы, не смотря на то, что у нас есть, как Женя верно сказал, некоторый бэкграунд, да некоторые, в принципе, представления о том, как, по крайней мере, в классической философии, которую мы все, пройдя довольно неплохой курс истории философии в Московском государственном ордене Трудового Красного Знамени и так далее, университете. Кое-что об этом знаем. Так вот, но, тем не менее, мы каждую тему... В принципе, сначала это было в некоторой степени принципиальной позиции, сейчас в меньшей степени. Начинаем копать с самого начала и довольно много времени этому посвящаем. То есть, ну, вот, как бы, год у нас уходит вот на это. Это в разных, как бы, в разных ипостасях всегда бывает. То есть, мы одновременно, каждый читаем что-то сами. Одновременно у нас есть, как вот этот вот ритм-приз, по которому мы идем, и у нас очень долгие семинары. То есть, у нас, как правило, мы раз в неделю собираемся, и у нас пятичасовой или четырехчасовой семинар обсуждения текста довольно... Заместовать у вас вот эти вот семинары такие вот, это очень полезно, конечно, да. Мы согласны с тем, что это полезно. Может быть, кстати, можно и как-то и совместно онлайн это делать. Вот мы сделали это онлайн, но, видимо, мы будем переходить в оффлайн уже, наконец, постепенно. Хотя есть у нас по этому поводу некоторые еще разногласия, но не важно. Важно вот, что... Последнее, что я хотел сказать, что, тем не менее, тот факт, что мы вот как бы занимаемся вот этим вот тем, вот третьим, вот четвертым, в принципе, это все аккумулируется определенным образом. И таким образом, как Женя уже действительно отметил, вот с темой моральной ответственности намного проще иметь дело, когда ты уже имел дело с темой тоже дисфоричности, и понимаешь, как бы, что это две вещи связанные, и одно служит подспорьем в другом. И с последующими номерами, которые у нас будут, в принципе, судя по всему, у нас будет воспроизводиться эта история, когда что-то, что мы брали уже раньше, просто будет нам помогать в том, что мы будем брать после. Ну, да, я, наверное, дополню ответ Артема и заодно ответ Жени на ваш вопрос про соотношение аналитической континентальной философии. Мы, у нас, поскольку математический журнал делаем, у нас каждый выпуск и пул статей, соответственно, которые мы обсуждаем на семинарах, обусловлен выбором темы и постановкой, так скажем, этой темы. Поскольку просто в последнее время, поскольку сами мы симпатизируем аналитической традиции, то последние номера журнала, по крайней мере, у нас в основном заданы проблематикой именно аналитической философии. В связи с этим в континентальной философии просто соответствующих специальных текстов, посвященных конкретно такой проблеме, например, проблеме дождества личности, оказывается, не так уж просто отыскать. То есть, понятное дело, что об этом много кто упоминал, но так, чтобы были отдельные статьи, посвященные этому, вот это редко получается найти. Но так в основном, да, на каждой... В основном у нас семинары длятся по полгода, иногда чуть дольше. Обычно мы успеваем охватывать, собираясь раз в неделю, около 20 текстов плюс-минус. И да, мы стремимся, некоторые тексты, ну, там, скажем, штук 5-7, брать историко-философских, ну, из совсем классической философии, начиная от Платона. Вот, но главным образом брать пул текстов самых современных, уже самых последних, которые, на наш взгляд, довольно показательно дают срез исследуемой нами проблематике. Ну, и да, в основном, да, оказываются аналитические тексты. И сколько человек присутствует на семинарах у вас, примерно? Или вот у вас в узком кругу семинары? По-разному. Довольно в узком, да. Ну, то есть, обычно это не больше 10 человек точно. В среднем человек 5. Да, 10 это такого давно не было. Ну, в начале сезона обычно бывает там человек 7, ну, до конца доживает, ну, человек 4. Так, чтобы 100 человек был. Андрей Юрович, вы хотите что-то спросить? 3-5 все-таки. 5, да. Какие вопросы будут? Андрей Юрович, Андрей Витальевич? Ну, вопросик у меня такой прагматический немножко. Насчет индексирования. Вы как-то что-то, какие-то шаги предпринимали? Индексируется ваш журнал там где-нибудь? Отвечает Андрей Мерцалов. Наш журнал входит в Ринц. Там он индексируется. В ВАК у нас пока нет намерения входить. Но у нас есть некоторые идеи относительно того, как включить наш журнал в ряд европейских систем цитирования. Однако, это такая дальняя цель. Предметнее о ней не будет смысл говорить годы через два. Хорошо, еще тогда вопросик такого плана. Скажем, ну вот у вас очень замечательное название, мне очень понравилось, да? Оно настраивает на такой определенный, как бы, ну не надо прикидываться ученым-идиотом, да? То есть можно говорить каким-то нормальным языком. Это действительно так? Или все-таки у вас не поддерживается академическая традиция? Ну вот это я, кстати, так подумываю, написать к вам или как бы не написать. И вот в этой связи, как бы, хочется, так сказать, понять, да? Может быть, каким языком? Да, тут коллеги обязательно мой ответ дополнят, но в целом мы стараемся действительно сохранить баланс между академической философией и просто интересным журналом. Из-за этого вы можете видеть, что у нас и ряд текстов написан в такой, ну, своеобразной вольной манере. Не в ущерб строгости, не в ущерб точности. Ну, понятно. Но так, чтобы интересно было просто читать. Помимо этого, иллюстрации. У нас в паре номеров были даже философские комиксы, что, в принципе, исключается к публикации в академических журналах. Но нам всегда хотелось создать такой философский журнал, который мог бы завлечь в том числе и постороннего читателя, не примененного академическим образованием по философии, но при этом который сохранял бы строгость настоящего философского исследования, которым каждому из нас интересно заниматься. Еще один вопросик. Скажите, как вот вы относитесь к картинкам? У меня, так сказать, вот один мой оппонент сказал, что вот у вас в статье картинки, значит, это не философия. Философия – это когда нет картинок. Это вот как вы, какое ваше мнение? Очень хорошо, как вы можете видеть, если посмотреть в журнала, мы очень хорошо относимся к картинкам. То есть каждый выпуск иллюстрированный. За редким исключением почти каждая статья иллюстрирована. То есть это специальная сонка, которая создается под эту статью. Вот, поэтому это как раз часть вот этого попытки говорить на каком-то более современном визуальном языке, чтобы это был совсем сухой академический журнал, и чтобы это было визуально привлекательно для читателей за пределами академии. Там должно быть какое-то некоторое визуальное разнообразие, которое в том числе достигается. Нормально, да, спасибо. Мы, как действительно можно видеть из любого выпуска журнала, хорошо относимся к картинкам. Может быть, мы бы только из уважения к нашим художникам, которые равно так же за бесплатно работают просто так, как мы все назвали бы иллюстрациями, а не картинками. Но в любом случае мы относимся к ним хорошо. И самое главное, что мы совершенно не понимаем, к чему, если картинка, то не философия. Вот какое-то обоснование этого тезиса. Хотелось бы не то, что даже для себя попросить, но, может быть, попросить вашего коллегу подумать про себя, как он обосновал бы этот тезис. Но в любом случае, если возвращаться к тому вопросу, который вы задавали чуть раньше, насчет традиции и того, как бы к академической мы или не к академической традиции принадлежим, мы как-то стараемся принадлежать к традиции осмысленной понятности. Мы вот так вот надеемся, что, в принципе, те проблемы, по крайней мере, которым посвящен наш журнал, мы абсолютно уверены, что их можно обсуждать нормальным, понятным человеческим языком, и так, чтобы это было ясно, в общем, человеку без какой-то огромной предварительной подготовки. Ясно, что некоторая предварительная подготовка может иногда понадобиться, и у нас бывают, как бы, такие статьи, которые действительно сложно читать человеку, который пришел совершенно со стороны. У нас в номере про доказательства Бодья Бога первая статья после Прорегомин Юлии Горбатовой, она была там наполовину из формул модальной логики. Это, скорее, исключение. Это, скорее, исключение. Обычно у нас такого не бывает. Обычно у нас приветствуется разумная доступность. Не в ущерб, обычно, опять же, это говорили, не в ущерб точности, но, в принципе, эти две вещи совершенно можно сочетать. Мы абсолютно уверены, что одно другому просто не противоречит. То есть в этом смысле дельность содержания в академическом смысле и популярность изложения, они не всегда приходят в столкновение, не всегда одно другое исключают. Еще скажите, еще вопросик насчет объема. Вы как-то лимитируете? То есть можно описать, как Лев Толстой длинно, или как Кузьма Подков кратко, или можно как-то... То есть какие-то требования к объему у вас есть? Может, некоторые говорят, что не меньше сталькита, кто-то говорит, не больше сталькита. Наши требования к объему можно представить двумя разными способами. Значит, с идеологической или идеальной точки зрения у нас объявлено, что оно там до 20 тысяч знаков, и вот это некоторое формальное внешне формулируемое требование. Однако практика показывает, что по обсуждению и редактуре статей мы исходим из следующего максимума. Если наличие объема не делает текст водянистым, и оно необходимо для раскрытия и обоснования того, что автор пытается раскрыть и обосновать, то, ну, бог с ним, пусть будет. Ну, вот вообще в такой журнал с таким названием, как у вас, да хочется писать кратко. То есть хочется писать ярко и кратко, да? То есть, ну, вот это некий современный стиль, да? Вот, скажем, формат Фейсбука, да? Ну, это вот сколько-то там, 15-20 строк. Ну, у вас, видимо, ясно, что не 15-20, наверное, но вот какой-то формат не очень длинный. Так, чтобы не утомить, так сказать, читатель. Да, я хочу дополнить ответ Евгения. В общем, минимального объема у нас, ну, по сути, нет. У нас спубликовались статьи объемом в две страницы. То есть, на самом деле, у нас была даже уникальная статья вот эта, которая изначально пришла нам объемом в одну страницу. Но там просто была настолько эссенциально концентрирована мысль, что ее было очень тяжело читать и понять. Поэтому мы редакции попросили просто автора чуть-чуть раскрыть мысль, чтобы избежать двусмысленности в некоторых местах. И он раскрыл на вот еще одну страницу. Так вот, в две страницы мы опубликовали статью. Прекрасная статья. Во внешнем мире про феминологию. Да, да, да. Была однажды статья, которую мы не опубликовали. И это мое главное сожалению, может быть, за все время работы в ФК, которая должна была состоять из одной иллюстрации. Вот, это была статья, которая должна быть иллюстрацией на всю страницу. И вот это вся статья. У меня такая мысль тоже появилась. К сожалению. Это должен был быть редакционный ответ на статью, которую нам прислали. То есть мы думали о том, что... Фактически должен был быть перформатив, да. Да, да, да. И опубликовать сразу после нее редакционный ответ на эту статью. Но которой иллюстрация должна была показать, что мы не впечатлены этой статьей. Вот. Но я был очень за, но коллеги, возможно, совершенно разумно сказали, что если мы не впечатлены этой статьей, то зачем ее опубликовать? Давайте лучше не будем ее опубликовать. Несмотря на то, что это создает пространство для Хохмы и Удали, это недостойно. Того, чтобы этим заниматься. И это, кстати, не было опубликовано. Ну, то есть в этом отношении, да, мы склонны к некоторому озорству на страницах и к той же Хохме и Удали. Но, с другой стороны, да, нас ограничивает желание быть о философии. То есть в этом отношении Хохмы и Удаль некогда. Понятно, понятно. Да, безусловно. Понятно, спасибо. Андрей Юрьевич? Да, коллеги, слышно ли меня? Слышно. Слышно. Да, ну вот у меня будет тоже несколько вопросов, если позволите. То есть первый вопрос, скорее всего, вам его достаточно часто задают. Но кто-то его должен спросить. Это, наверное, буду я по названию журнала. Да, то есть откуда такое название? Потому что оно действительно, в общем-то, запоминается. Я вот тоже общался с нашими аспирантами. Один сказал, что будет презентация журнала с таким названием. Один из них сразу сказал, что это что-то постмодернистское. То есть, ну, вы, видимо, не совсем постмодернистское, но вот такие ассоциации возникли. То есть вот по названию, если можно, несколько слов, откуда оно появилось. И вот про иллюстрации, ну, или про картинки, как вы говорили. То есть мне тоже как бы заинтересовало, что у вас журнал с иллюстрациями. Вот, может быть, несколько слов о работе художников. То есть, как они подбирают эти иллюстрации. То есть, ну, имеют ли они, допустим, там, ну, философское образование. То есть, или это просто больные, скажем так, художники. Это как бы первый вопрос. Второй. Ну, вот коллеги уже немножко начали спрашивать про возможность публикации в вашем журнале. Может быть, вы тоже могли дать какие-то, ну, такие вот редакторские советы. Ну, или, может быть, сослаться на какой-то имеющийся опыт. Вот, как вы видите хорошую статью для вашего журнала. То есть, какой она должна быть, там, большой, не очень большой. И так далее. То есть, может быть, какие-то отрицательные примеры тоже могли бы назвать. Вот, какие статьи вам не понравились, которые вы там отклоняли или приходилось доработать. То есть, чего вот вы как бы не ждете. Это второй вопрос. Ну, и третий вопрос про рецензии. То есть, мне кажется, тоже вот очень как бы важный момент. Вы публикуете достаточно развернутые рецензии. А есть ли у вас какой-то сейчас предварительный список книг, на которые можно было бы сделать рецензии? Потому что я знаю, что некоторые журналы, они вот заранее составляют списки. Ну, и вот как бы желающие могут высказать свои намерения написать рецензии на ту или иную литературу. Может быть, можно это либо сейчас озвучить, либо там потом прислать какой-то список, чтобы мы могли сориентироваться. Может быть, кого-то заинтересуют предложенные вами позиции. Спасибо. Спасибо вам за вопросы. Коллеги, можно я не буду еще раз рассказывать, откуда название журнала? Давайте кто-нибудь из вас. Давайте я расскажу. Давай. Ты, который не имеет к этому никакого отношения, расскажу, откуда название журнала. Я вчера просто... Ну, ты сам выбрал эту долю, Женя. Это был Ваня, на самом деле. Название журнала. Название журнала выбрано совершенно контингентным образом. То есть оно выбрано, исходя из той мысли, что оно не должно быть такое, как обычно называются философские журналы. То есть не должно быть вот этой надутой важности в нем не должно быть. Не должно быть что-нибудь греческое или какой-нибудь логос, пафос, я не знаю, стазис и вот это вот все остальное. При том, что мы на самом деле любим логос. Ну, я, по крайней мере. Вот, в смысле, журнал. Да и, в принципе, как явление логос мы любим тоже. Вот. И это было первое требование. И второе требование, условно говоря, было в том, что... Ну, это было условно первое требование. Второе требование заключалось в том, что аббревиация названия этого журнала должна совпадать с аббревиацией уже на тот момент устоявшегося сообщества. Собственно, сообщество, которое издает этот журнал, наше сообщество. Называется «Философское кафе», «Московское философское кафе». То есть, соответственно, «ФК». И исключительно, чтобы нечто... Фраза должна была сокращаться так же, как «Философское кафе», то есть, как «ФК». И дело было решено тем, что в какой-то, я уже не помню, в каком году, может быть, коллеги мне скажут, значительная часть будущей редакции, пребывая в абхазской Питсунде, если я не ошибаюсь, в стройотряде МГУ, утоляла все лето свою жажду напитком, который можно при определенной волнности назвать компотом. Правда, он был сварен из такого плода, который называется фейхуа, но для слова, для плода фейхуа в русском языке нет прилагательного. Поэтому фейхуа было решено считать, как это в другом месте мы сформулировали, финиками гонори с каузом, и вот таким образом финиковый компот. То есть, на вопрос, что это значит, это не значит ровным счетом ничего, и в том все и дело. На этом, с ответом на первый вопрос, или там что еще было? А, про иллюстрации что-то было, да? То есть, этот вопрос одновременно с иллюстрацией был как-то связан первым. О том, как у нас происходит отбор, но это лучше расскажет, собственно говоря, Женя, человек, который работает с художником. Да. Единственное, что, Жень, возможно, ты вспомнишь, Евгений подробно излагал и в красках историю того, как появилось название нашего журнала в одной из редакторских. Ты же не помнишь, в каком номере? Нет, я боюсь, что я так не вспомню, да. Но она практически полностью вот сейчас Артемом представлена. В общем и целом, да. Подробности. Я к тому, да, что, если что, ответ на этот вопрос можно найти в письменном виде. Там только есть какие-то сальные подробности, типа того, что как топором можно косить траву, и все другие развлечения из быта строят эда. Вот. Здесь содержательно, там больше ничего не добавляется. Таким образом, в некотором смысле даже можно считать постмодернистским, несмотря на то, что мы действительно не совсем или совсем не постмодернисты. Но да. Какой-то... У Хармса или каких-то других подобных... Какого-то другого подобного поэта была, это звезда бессмыслицы. Вот это она. Ревведенский. Да, наверное. Ну вот, значит, по поводу иллюстраций работает это так. Когда формируется пул статей, то есть когда мы приблизительно понимаем, что из присланного прошло первичное цензирование, мы объявляем тоже в наших соцсетях набор художников. Ну, некоторые, те, кто пишут, они часто с нами работают, часто пишут новые люди. Вот из множества тех, кто откликается, вот формируется отряд художников на этот номер. Между ними распределяются статьи, вот, с разными художниками мы работаем по-разному. Кому-то я просто отдаю статью, в том виде, в котором она на тот момент существует, ну, с просьбой распространять и все такое. Вот. И человек сам придумывает, как бы это проиллюстрировать. Если человек не чувствует в своих силах самостоятельно сформулировать, что должно быть в качестве иллюстрации к той или иной статье, ну, из-за этого делаю я, за него или за нее это делаю я. То есть я придумываю сюжет, ну, или кто-то из нас придумывает сюжет, и человек рисует. Вот. У нас есть главный художник, Аня Давыдова, которая работает с визуальной частью вот этих секций. Ну, то есть она получает картинку, говорит, вот тут переделать, там переделать. Вот. Я это просто передаю, потому что я не очень хорошо понимаю в визуальных вещах. Вот. Вы спрашивали, есть ли у них образование философское. Как правило, нет, но есть исключения. Вот. То есть порой это бывают студенты философских факультетов разных. Вот. Порой это бывают учащиеся художники. Вот. Тоже из разных мест. Вот. И порой это просто люди. которые рисуют для собственного удовольствия. И вот почему-то они хотят поучаствовать в этом. Тут я тоже чуть-чуть дополню. Порой это даже философы. То есть у нас публиковались иллюстрации Джесси Принсона, например, современного экспериментального философа, да, крупнейшего. И, по-моему, даже кого-то еще. Поэтому, коллеги, Евгений уже приглашал вас прислать нам статьи. Вы можете в том числе прислать иллюстрации. Вот мы будем очень рады. Да, совершенно верно. Иллюстрации. Так, что-то тут еще был вопрос про... Сейчас может публикация... Критерий отбора там, по-моему. Да, да. Нужно публикации в журнале, как видеть их хорошую статью и плохую. Наверное, это Андрей лучше скажет. Какая, Андрей, хорошая статья, с нашей точки зрения? Ну, а вот, например, как у Андрея Тучек. Прекрасная, на самом деле, статья. Я все искал повод, Андрей, поблагодарить вас за рецензию, что вы прислали. Отличный повод, я считаю. У нас есть памятка для авторов, где мы подробно расписали, какой должна быть статья ФК или что значит быть статьей ФК. Мы предполагаем, что в первую очередь это должна быть интересная и увлеченная статья. То есть, в первую очередь она, естественно, должна соответствовать теме номера и смежной с ней проблематикой. То есть, например, следующий номер у нас про причинность. Мы ждем статьи по непосредственной метафизике причинности, а также по смежным темам. Причинность и что-нибудь. Статья должна быть написана ясным, понятным и желательно живым языком. Не то, чтобы мы сильно придирались к стилистике, но если стиль статьи больше смакивает на какой-нибудь реферат, то обычно мы сразу отклоняем подобные вещи. Мы хотим публиковать в идеале людей, которые просто увлечены философией, живут философией, и чьи интересы философии совпадают, ну вот, по крайней мере, отчасти с тематикой наших выпусков. Мы ждем от них внятных, увлеченных статей. И, по сути, такие статьи готовы публиковать, как уже было отмечено, с сильными вольностями в плане объема. Вот, пожалуй, главное. Я бы добавил, что, ну, во-первых, я прислал в чат ссылку на ту самую упомянутую памятку, которую мы довольно долго разрабатывали и дополняли, и постепенно каждый раз мы ее обновляем. И там некоторая аккумулированная нами мудрость содержится. Так что, если вы хотите понять, от чего мы хотим от авторов, то это примерно туда. Но если обращаться к вопросу о кейсах, чтобы на примерах было понятнее, потому что такая отсылка тоже была сделана, когда вопрос задавали, то, пожалуй, то есть, например, кейсом удачных и неудачных статей. Мы, у нас есть принципиальная позиция. Все наши статьи проходят рецензирование, поэтому это не всегда вопрос о том, что бы мы хотели, что бы мы не хотели видеть. То есть, у нас все статьи читают два внешних рецензента, если это в теме номера, если это рецензия, там немножко другие вещи, читают по крайней мере два внешних рецензента. Иногда бывает больше, которые там дают какую-то рекомендацию и читают все редактора. То есть, ну вот, я читаю, Андрей читает, и там еще есть редактора, которые читают, главный редактор, разумеется, читает, но главный редактор, поскольку он знает чьи-то статьи, то он, как правило, устраняется от дискуссии, а для всех остальных это мы вслепую рецензируем, то есть мы не знаем, чья это статья, и ориентируемся только на текст. Женя, поскольку он знает, он как бы в этом не принимает в этой дискуссии участие, и только если мы в какой-то момент заходим в тупик, в конце у нас там разделяются мнения, мнение главного редактора будет решающим. Но, в принципе, если ориентироваться на тот опыт, который у нас был, мы прежде всего не публикуем статьи, которые мы не понимаем сами. То есть, если перед нами статья, которая написана таким образом, по каким-нибудь причинам. Это могут быть разные причины. Это могут быть причины того, что человек не умеет писать, или это могут быть причины, что человек считает, что вот так эта статья должна быть написана, он умеет писать, он сознательно ее так написал, но эффектом того, что он так и написал, является то, что нам это непонятно в существенной степени. Мы не публикуем такие статьи, которые мы сами после долгого и внимательного и добросовестного, насколько мы это можем сделать, вчитывание в него, в этот текст, в эту статью, мы оказались не способны проникнуть в то, что же, собственно говоря, здесь имеется в виду. Мы считаем, что если человек написал такую статью, которую не понимаем мы, люди, у которых есть некоторый бэкграунд и в философии, и в теме конкретно, о которой идет речь, поскольку мы там и полгода, по крайней мере, уже занимаемся вполне направленно. И с третьей стороны, у которых есть как бы редакторский опыт, который приучает отыскивать смысл даже в таких труднодоступных текстах, то чрезвычайно маловероятно, что широкая аудитория, для которой все-таки предназначен в существенной степени наш журнал, будет способна сделать то, на что оказались неспособны мы. Может быть, будет кто-то из них способен, но шансы велики, что это у многих не получится. Поэтому мы не считаем себя вправе предлагать такой текст, в который мы сами не разобрались, люди. Это не значит, что мы всегда правы. В таких случаях мы как бы всегда даем автору шанс объясниться. Мы говорим, вот здесь непонятно, здесь непонятно, здесь непонятно. Здесь надо сказать, что у нас процедура редактирования поступивших нам статей, это отмечали уже многие авторы, которые к нам попали, которые к нам писали, которые были и не были опубликованы, она довольно сильно отличается от процедуры рецензирования, редактирования в большинстве других отечественных изданий. Мы очень плотно подходим к текстам, то есть мы буквально можем, такое бывает, сидеть там над каждым предложением или над каждым вторым предложением, и как бы все, что вызывает наши вопросы и все, что вызывает наше непонимание, мы спрашиваем. У, соответственно, человека, который потом получает себе в ответ такой текст, то есть человек присылает нам текст, потом мы его рецензируем, указывая ему, что и где и как мы не понимаем или предлагаем исправить, он всегда, у этого человека есть возможность ответить, всегда есть возможность сказать, что мы неправы, объяснить, почему мы неправы, почему должно быть именно так или не так, то есть право апелляции всегда есть, но в итоге, как бы, если текст не приходит к такому виду, что нам становится понятно, о чем речь, как правило, мы в итоге его не публикуем, но такое, все-таки, если статья прошла первоначальный этап, то есть, в принципе, мы что-то в ней увидели, как правило, она все-таки доходит до публикации, по-разному бывает, но вот бывает, было несколько таких случаев, когда после нескольких этапов редактуры статья не была опубликована, но, как правило, это бывает в тех случаях, когда сам автор решил, что это не стоит того, чтобы дальше над этим работать, были у нас люди, которые исправили текст согласно нашим запросам, текст стал значительно с нашей точки зрения лучше, но все равно недостаточно как бы прозрачным и ясным так, чтобы его можно было публиковать, мы еще попросили их исправить, и они на нас обиделись, и перестали выходить на связь. Такое было. Это как бы были даже такие довольно по-своему большие люди иногда. Андрей, я думаю, благодарю вас, Андрей Мерцалов, потому что с вашим текстом этого такого не было. Мы практически его не редактировали, потому что того и не требовал, поэтому такое случается нечасто. Спасибо за похвалы, я боюсь, что я тоже мог бы не выдержать. Я еще добавлю, по большей части я описал просто общий дух и стиль, статей, о которых мы мечтаем в большей степени. Артем высказался гораздо более содержательнее. Я еще добавлю относительно понятности, чего идет речь. То есть, в первую очередь, мы, естественно, ждем статьи, где представлен некоторый внятный тезис или авторская позиция и аргументация в пользу нее. Вот это основное по структуре и содержанию статьи. То есть, если это вольные размышления на свободную тему, формат эссе обычно, это просто не к нам. Это может быть презентация не собственного тезиса и собственной аргументации, либо это может быть и стойкая философская презентация тезиса какой-то исторической фигуры. Но она точно также должна быть и тезис должен быть понятен, и аргументация должна быть. Бывает и исключение, все-таки, надо сказать. у нас бывают тексты более эссеистичного жанра. Это бывает редко. Это просто редко попадает таким образом, чтобы это было одновременно как бы на тему, и это было не просто какое-то невнятное блуждание мысли. Бывают такие вещи, которые оформлены не в таком традиционном статейном жанре. У нас бывают диалоги, которые мы публиковали, они тоже бывают разной степени теоретической нагруженности. Человек Катара, который у нас два номера назад был, это пример такого текста, который более свободного жанра. Он не совсем эссеистический, там все-таки есть тоже некоторое подобие тезиса, и тезис, и аргументация так или иначе представлены, то есть это ключевое тезис. Там еще у вас был вопрос про лицензии, есть ли предварительный список, обычно я составляю предварительный список в тот момент, когда делается call for papers и веду переговоры с людьми, которые могли бы что-то написать, поскольку наборы рецензий не совсем открытый. Но во-первых, есть остались две книги, которые наверное мы бы хотели иметь на них рецензии, но я не знаю, кто мог бы на них подписать, я потом пришлю, видимо, Игорю, если можно, название. Но вы заказываете рецензии, да? Как правило, да, как правило, мы заказываем рецензии. Потому что если несколько человек напишут рецензию на одну и ту же книгу. да, совершенно верно. Поэтому, как правило, во-первых, рецензиент должен понимать, в общем, в теме книги. Есть некоторый шарм, когда совсем не специалист пишет рецензию на книжку, но это не то, что бы хотелось. Это видеть в качестве, во всяком случае, не исключения. В качестве исключения, наверное, можно. Но систематически лучше, чтобы все-таки человек хоть с какой-то стороны в книге понимал. Не обязательно со всех сторон. Вот. Ну и, в принципе, возможно, если вы хотите написать в жанре рецензии, вы можете мне просто написать и спросить, вот, я хотел бы написать на книгу такую-то, и я вам скажу, заинтересованы мы в таком или нет. То есть, это должна быть книга, как правило, на русском. Здесь могут быть рассмотрены некоторые исключения, то есть, это не жесткое правило. Мы как-то опубликовали что-то, какие-то были рецензии на англоязычную литературу, но в какой-то момент я решил, что я не совсем понимаю, зачем. Вот, поэтому лучше, поскольку автор это все равно не увидит, вот, поэтому лучше, чтобы автор сам владел языком, на котором написана рецензия на него. Вот, поэтому вот такое некоторое есть методическое ограничение. И это должна быть актуальная книжка, в том смысле, что она должна выйти недавно, ну, в прошлом году, позапрошлом году, но не позже, не раньше. В этом смысле методическое еще одно уточнение. Предпочтение отдается книгам, собственно говоря, авторов, которые русскоязычные. Если книжка переводная, она может быть отрецензирована, у нас были такие случаи, и в последнем номере есть рецензии переводных книжек, но прежде всего мы, конечно, ждем рецензий книг русскоязычного сообщества, которые вышли недавно, хотя в принципе книги на русском языке, которые были переведены, это тоже возможно, это мы тоже публикуем, это тоже у нас бывает, но как бы во вторую, что называется, очередь. Ну да, прежде всего хотелось бы что-нибудь такое, где был бы осмысленен какой-то обратный эффект, в смысле, что переводная книжка, это тоже случай, что и с книжкой на английском или на немецком, очень маловероятно, что автор читает сам по-русски и может быть ознакомлен с тем, что о нем думают. Есть исключения, но их исчезающие мало. Там я вижу в чате еще есть вопрос. Насколько я понимаю, это вопрос, насколько я понимаю, журнал выходит и в бумажной версии, да? Каков тираж бумажного издания и как удается находить финансирование для издания? Это вопрос Николая Николаевича Куксачева. Да, спасибо за вопрос. Сынь даже два вопроса. Значит, да, у журнала есть бумажная версия. Более того, было бы правильно сказать, что журнал выходит в бумаге, а еще у него есть PDF-версия. Вот так. И с точки зрения законодательной, она на самом деле не совсем версия. Это скорее просто отиск. Вот. поэтому даже в новой бумаге его тираж колеблется от номера к номеру. Вот. Максимальный тираж был тысячи экземпляров. Это было пару номеров назад и несколько раз такое было. Значит, у этого номера 700 экземпляров тираж и минимальное было 500 экземпляров. Меньше 500 экземпляров, по-моему, мы не опускались. Да, никогда не было такого. Даже первые номера там тоже было 500. Вот. Значит, по поводу финансирования изначально это просто были наши деньги, а потом просто появились спонсоры. Вот так. Ясно. Александр Леонидович, вы хотите что-то спросить? Я еще дополню все-таки насчет спонсоров. То есть журнал поддерживает Московский Центр Исследования Сознания. Вот, собственно, благодаря в силу этого мы существуем в данный момент в бумаге. Давайте, если углубляться в подробности, то вся поддержка заключается в оплате тиража. То есть журнал распространяется бесплатно, и никто из участвующих в производстве журнала ничего за это не получает. мы все работаем исключительно на энтузиазме и редактора, и художники, и авторы, и все на свете, но тираж, к счастью, мы имеем возможность получить деньги на тираж. Спасибо. Иван, Иван Голубев, вы не желаете спросить что-нибудь? Да, Игорь Евгеньевич, спасибо. Я хотел спросить, такой вопрос может быть более содержательный, по поводу содержания последнего номера. Я успел ознакомиться с редакторской колонкой, если так можно сказать. Ну и вот указано, что тема моральной ответственности так или иначе пересекается с политической философией, несмотря на то, что, как вы там отмечаете, что ранее вы всегда старались избегать этой темы политической философии, но вот здесь никак. Ну и в принципе это неудивительно, учитывая взаимосвязанные темы. Я вот хотел уточнить и получить такой редакторский ответ по поводу того, в каких статьях из вашего последнего выпуска наиболее может быть прослеживается связь этих тематик, связь моральной ответственности и политической философии, если можно вот такой краткий обзор. Спасибо. Тут вопрос в том, чтобы нам вспомнить... Мы помним статьи, вопрос в том, чтобы вспомнить их название. Я бы начал со статьи Артема Никифорова. Жень, как она называется? Моральные категории в гражданском праве. Моральные категории в гражданском праве, да. Собственно говоря, это статья, посвященная месту, где моральная ответственность переходит в юридическую ответственность. Как правило, любая правовая система устроена так, что не смотря на то, что там все щели пытаются заткнуть, но в какой-то момент любая правовая система, будь то прецедентная или непрецедентная, вынуждена утыкаться в какой-то момент, где она просто вынуждена напрямую апеллировать к морали. Напрямую апеллировать к тому, что это правильно или неправильно просто с моральной точки зрения. И вот, собственно говоря, импликация этого и проблема того, как это пытается сделать в рамках разных правовых систем, в этой статье рассматривается. Это одна статья. Что еще? Еще, наверное, статья Сергея Левина, поскольку она про наказание. это ответ на рецензию на книгу, то есть, это такая многоступенчатая матрешка в некоторой степени. То есть, это в предыдущем номере публикованная рецензия Артема Беседина на книгу Дмитрия Волкова, посвященная свободе воли и там еще много чему. А, соответственно, в этом номере републикован ответ, но не самого Дмитрия Волкова, а Сергея Левина, который защищает Дмитрия Волкова против Артема Беседина. И поскольку там одно из принципиальных сюжетов это то, как тема моральной ответственности связана с темой наказания, наказания, в том числе государственного наказания, то есть, санкционированного государством, например, криминального наказания, уголовного наказания или какого-то еще, то вот это еще одна тема, где моральная ответственность смыкается напрямую с политическими темами, поскольку предполагается, что, по крайней мере, в рамках большинства моральных теорий предполагается, что мы не можем накладывать на человека наказание, уголовное или какое-то еще, если он не является морально ответственным, то есть, моральная ответственность рассматривается как некоторое необходимое условие для наложения наказания. И таким образом тема моральной ответственности проникает и в юридическое и более широкое политическое область исследования. Ну и, наверное, сами пролегомины, да, в них тоже связь с наказанием и связь с более широким устройством политического сообщества. То есть, там это в некоторых местах разбросано, поэтому тексты это есть, а вот больше мне в голову не приходит ничем. Ну вот в пролегоминах, да, помимо того, что в начале обозначается действительно в целом связь наказания и моральной ответственности и некоторых других политически окрашенных сюжетов, таких как институциональная ответственность, там есть отдельно параграф про Тима Скенлона, у которого часть его теории моральной ответственности плавно перетекает в его же собственную политическую философию, которая там чуть-чуть отрагивается. И есть интервью самого Тимаса Скенлона и Томаса Скенлона, как хотите, это и то и другое, верно, где он комментирует и какие-то аспекты своей теории, в частности политические, и какие-то конкретные политические сюжеты, и про ковид он там говорит, и еще какие-то оценки. Он дает точно также, пожалуй, можно сказать, хотя нет, пожалуй, у Пессиана такого нет. Наверное, это было бы неправильно сказать. Вот на этом я бы ограничился интервью Скенлона, помимо того, что Артем уже сказал, интервью Скенлона и раздел про Скенлона в Родиговине, потому что Скенлона собственно и есть тот теоретик, в творчестве которого наиболее активно разрабатывалась связь дискуссии о моральной ответственности и политической философии. Я тогда еще добавлю пользу случаем. В принципе, прозвучало имя Томаса Скенлона. Я вообще считаю, что может быть одним из главных вкладов нашего номера в отечественную философскую дискуссию является введение в нее самой фигуры Томаса Скенлона. Я буквально во время работы над номером узнал, что есть такой... я ознакомился плотно с его книгами. И мое мнение, но это как бы не только мое мнение, это если вы обратитесь к тому, как устроена дискуссия в современной моральной философии вообще, это как бы один из самых признанных и самых, я бы сказал, просто самых мощных из ныне живущих моральных теоретиков, пользующихся огромным влиянием и в принципе его теория, на мой взгляд, просто его моральная теория сам по себе является очень сильной, но при этом он абсолютно неизвестен. Я не знаю, кому из вас известное имя Томаса Скенлона, но я... прервалась связь, мы вас не слышим. Так, я вас не слышу, у меня прервалась связь. У меня где-то проскакивает, что вы из Петербурга, а я смотрю тут Москва в центре. Вы в Москве или в Петербурге? Мы в Москве. А, вы в Москве? А, понятно. И журнал в Москве. И журнал в Москве, да. Ну, мы с Андреем работаем в МГУ в Московском государственном университете, а Артем в институте философии, но тоже, который в Москве. Который на Таганке? Ну, да. Да, на Таганке, теперь на Таганке. Раньше на Волхонке, теперь на Таганке. Да. Ну, у нас есть контакты с философами из Петербурга, некоторые из них в этом номере есть, в редакционном совете они есть, вот, но сами мы там только иногда бываем. Понятно. Александр Леонидович не слышит. Ольга Леонидовна, у кого еще вопросы будут? Игорь Евгеньевич, здесь несколько студентов и магистрантов присутствует, может быть, они хотят тоже что-то озвучить, но пока стесняются, давайте их пригласим. Ну, не надо стесняться, для этого мы здесь и собрались, чтобы задавать вопрос. Учиться и не стесняться. Надо сказать, что наш журнал во многом обращен именно к, так сказать, студентам и аспирантам, по крайней мере. Такова была на каком... Да и до сих пор. До сих пор. Это так. Это особенно так было раньше и сейчас до сих пор так. У нас много авторов, студентов. У нас, да, случаются авторы-студенты достаточно с большой регулярностью. Не то, чтобы их прям много в последнее время, но тем не менее. Так. Понятно, спасибо, спасибо. В принципе, все понятно. Ну что, если вопросов больше нет, то, может, для первого раза достаточно, да? Очень содержательны были ответы. Мы очень заинтересовались вашим журналом, будем его читать и постараемся что-то опубликовать в вашем журнале. Спасибо. Мы вам рады. Да, будем на связи. Игорь Евгеньевич, я, если позволите, тоже два слова добавлю. Хотел бы тоже поблагодарить наших гостей за очень содержательную беседу. Коллеги, я думаю, что нужно подумать о продолжении сотрудничества, то есть, может быть, какие-то совместные семинары, о чем сегодня говорили, может быть, конкретно по темам номеров вашего журнала, я думаю, это было бы интересно. То есть, мы с коллегами обсудим, может быть, что нас интересует и пришлем вам какую-то обратную связь. Ну и, кроме того, у нас в апреле планируется юбилейная институтская конференция «90 лет институту». Тематическое поле достаточно широкое, то есть, мы приглашаем вас к участию, я думаю, что мы перешлем вам тоже информационное письмо и будем рады видеть вас среди участников. Ну, пока такой смешанный очень дистанционный формат предполагается, я понимаю, потому что сейчас, наверное, сложно будет приехать в Минск, но будем рады видеть вас дистанционно. Конечно, присылайте, спасибо. Да, спасибо вам большое. Спасибо вам, спасибо. Спасибо вам, спасибо.